друзья всем привет сегодня переставляла растения местами там какие поливала какие подставляла ближе часть поломала рукожоп вот но и решила связи с этим снять вам видео что произошло с растениями за вот этот месяц который они находятся дома на полках с того времени как я занесла их домой в комнату обо всех конечно рассказывать не буду ну так вот чуть-чуть пробегусь на этой полке у меня в основном стоят небольшие растения все низкорослые все еще которым расти и расти до большого размера тут реабилитация тут маленькие детки научим в общем вот так так ну на ком бы хотелось заострить внимание вот это эхиверия зеленая вот это в центре это эхиверия black розы черная роза она была куплена наверное месяца два назад на корейка мы с регины поделили две розетки вот у меня она такая регина какая она у вас мне очень интересно ну моя как бы не очень хорошо растет набрала слегка компактную макушечку и все и чуть-чуть набрала цвет ну вот что-то знаете начинает похоже становиться на черную розу ну хотя бы какие-то признаки ну стол конечно у нее остался вытянутых но я с этим расчетом ее и брала чтобы она укоренилась нарастила макушку потом бы я эту голову успешно бы ей отрезала так это вот рядом эхиверия онгойку лата подросла но не очень подросла но пятнышки на ней стали более заметные вот этот ее характерный сползающий налет треугольниками вот там вдали чуть-чуть подросла конечно же моя срубленная голова ухиверии куспидата зарагоза эбони это та которую вы конечно не помните помню только я про них про каждую просто на у меня летом однажды сварилась стала ярко-ярко желтой такой красивой невозможной ну и потом в итоге оказалось что она почти что сдохла в общем я ей отпилила маленькую макушку эта макушка дала корни ну и вот сейчас она пошла в рост тронулась причем активно тронулась в рост только на полках так это тоже реабилитация ой зацепила это эхиверия dark ice она пришла тоже в плохом плохом состоянии тоже мы с региной поделили вот эту двойную розетку причем были абсолютно одинаковые у нас с ней розетки и вообще ничем не отличались друг от друга и у нее не было сердцевина то есть не было точки роста внутри ну . роста было но как бы там не было листьев что-то я уже не помню но помню что она была внутри лысая ну вот немножко подросла на конечно же но не очень хорошо пока что вот пока что в такой стадии это у меня тут black hawk и эхиверия милака которую я планирую пересадить на место своей почти что погибшей сейчас дойду до нее мне так неудобно снимать на верхней полке не вытянута голова и даже не могу разговаривать меня на какой даже голос другой это арастахис арастахис у меня почти что сдох весь летом я никак не могу к нему приспособиться он то начинает хорошо буйно расти то потом резко умирает но вот под лампами здесь ему понравилось причем сажала практически недавно маханьки маханьки совсем розеточки прям совсем крохотулечные которые вот на усах сейчас торчат и вот они где-то наверное за месяц вымахали вот до такого размера можете себе представить но они находятся под лампой на расстоянии где-то наверное три-четыре сантиметра это сейчас я лампы подняла чтобы снимать было удобней а вообще лампы просто на них практически дышат вот прям практически вплотную не горят все нормально с этим так этой хиверия сагар сахар сейчас я ее успешно обломала листьев 7 наверное с нее сбила может быть она сама решила сбить их потому что два из них были прозрачные это признак того что растение ну по всей видимости перехладилась потому что окно и открываю здесь часто и видим она глотнула сквознячка я так думаю рядом и хиверия как же ее зовут лапин лапин совершенно стало не похоже на себя у нее какие-то жирные стали листья вообще лапин тоненькие листики вот как на нижних самых листьях видно это прям какая-то стала под лампами прям супер жирная но вообще даже не лапин я когда сегодня начиналась начала их составлять эти горшки думаю боже что это что это хоть за растение но потом поняла по нижним листьям что это лапин странноватенькая конечно так вот это и хиверия violet queen в центре большая вот она решила там дать двух детей из пазух лезут и голова у нее как-то интересно наращиваться стала более компактная даже не знаю может быть этот цветонос еще лезет в общем я так и не поняла ну никак не охота хоть не сильно охота было понимать так это вот супер бум наклонил голову потому что вытянулся летом в одну сторону к солнцу и когда я уже переставила ее там уже ствол сформировался и он же задервенел и вот сейчас я хотела подоткнуть туда камушек чтобы выровнять ее но на том месте куда бы утыкался камень там бы там растет сейчас детка и поэтому эта идея оказалась бесполезной так это детки подрастают ой цапля цапля какая там она цапля то голубая цапля так это ариэль это вот и хиверия мина это из последней корейской закупки была она длинная причем я оставляла себе самую маленькую розеточку но тоже она была естественно вытянутая длинная палку не было палку я эту отрезала листья оборвала вот два листа там уже с детками но и наращивать такую хорошую макушечку яркую ну радует вот она меня радует так дальше там даже не дотянусь не знаю что это вот на нас смотрит мордочка и хиверия кайхоси на улице она конечно было пожать и но сейчас все равно неплохая так это вот у нас цветет кроссула текта смотрите какие милые цветочки запах еле-еле уловимый практически не пахнет но такие прям интересные для кроссула прям интересные цветы на длинных палках такие шарики прикольно вообще текта конечно суперское растение очень замечательное так это вот дети мои которые я вам показывала когда-то в предпоследних видео там в недалеких это их и верия мы бина также я у нее отрывала нижний ярус листьев потому что она упиралась прям в землю и не давала себя посадить вот чтобы освободить ей стволик мне пришлось отодрать несколько листьев несколько даже не знаю где они сейчас но один дал детку может быть и 2 ну на моей памяти один второй муж где в горшке в каком всунут даже не помню и 3 тоже вот эта подруга вообще у меня с лета я ее покупала где-то наверное в июле и скорее на пришла она и была странная но взяла я ее за интересно ее вид это какой-то гибрид лауток до сих пор не могу определить что это за растение потому что листья у нее какие-то ненормальные она была сначала с толстыми листьями потом толстые эти отвалились высохли остались длинные макушка у нее растет вообще непонятно какая какие-то заостренные на концах но это конечно аномалия отсушила на из середины ряд листьев прям вот из середины то есть между вот этим ярусом ой не вижу куда тыкаю вот он между вот этим листом и вот этим листом был еще ярус листьев вот он отсох отцов стали прозрачными в общем что-то ей не нравится нравится не нравится терпимая красавица это детки тут усыпаются как его зовут то каланхоя pink butterfly это вот это у нас вот она нехиверия мини бель ну ничего нормально держится нарожала кучу детей вот за последний наверное полтора месяца два где-то так детки от ствола всегда растут очень быстро от пня от ствола всегда очень быстро растут от листа вот такая детка будет расти полгода минимум как водичка красиво смотрится на это эхиверия субриджи до гибрид эхиверии канты и по-моему лау так кого еще это фиона кому нужна фиона это красула текта отсвела как же она безумно пахнула пахло ой вообще такой запах был сногсшибательный целую неделю такой карамельный запах вот самый лучший запах из всех краску которые я нюхала вот у меня скоро зацветет мунглоу вот первый раз она меня зацветет я еще не знаю как она пахнет но вот это пахло просто бесподобно что не скажешь о плавновидной которая сейчас у меня цветет в зале и в квартиру просто не зайти ну эти две недели надо просто перетерпеть плавновидное прикольное растение красивое но запах у нее просто убийственный запах мочи а вот у этой запах карамельки вот такая приедет скоро красула уже в пути ну обалденно она пахла прям вообще необыкновенная сейчас она набирает объем увеличилась она конечно деткуется активно деткуется надо ей обрезать вот эти цветоносы на них уже ничего точно не будет никаких детей вот надо их обрезать чтобы она они внешний вид не портили растению это вот моя вот она моя греновия не знаю ее название вот это вот шишка она никак не хочет просыпаться вот за месяц пока она дома уже в квартире на несколько листьев только раскинула и все я не знаю когда эта шишка совсем распустится наверно к марту когда уже надо будет ей обратно засыпать чего и надо не пойму у странный колобок но тем она и прикольней что она странная со всех сторон вот такая вот шишка прикольная не видела я больше такую греновию нигде даже сравнить не с чем хоть посмотреть у людей как она у людей развивается эти вот листики сухие это еще как ее спалило солнышко но они как ни странно даже ни один не засох совсем но просто подпалила ее солнце и все ну а вот этот качан капусты такой плотный толстый 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 вообще такой интересный ну пусть растет так это эхиверия как же ее зовут в общем забыла я как ее зовут бирок нет когда их напишу не знаю ну что я про нее могу сказать было она очень вытянутая летом она прям начала такой расти компактной но сейчас мне кажется она а хотя нет одно время мне казалось что она теряет варигатность но сейчас нет посмотрела вроде листики даже в центре беленькие надеюсь что не разваригатится но дети у нее растут вот из пазухи дети растут не варигатные дай-ка я рассмотрю сама поближе их вот так нет не варигатные дети нижние листья варигатные но может быть что-то изменится еще где-то по-моему не еще была детка ну то мы с вами не увидим нужно мне и не тратить время нужно мне и просто рассматривать досконально чуть ли не под лупой оторвался от нее листик нечаянно но я его положила не знаю что с нее будет некоторые варигатные растения дают деток из листа варигатных но вот я отрывал у своей rainbow лист он мне дал обычную нюру потом еще по моему один я отрывала эксперимента ради и он по моему тоже дал обычную нюру и я просто даже не знаю в каком и на горшке одну то я вот тут наблюдаю детка выросла на корни пока не дает но лист пока живой этот вот на что с вот этим листом будет причем лист оторвался с меньшей варигат ностью ну по всей видимости будет зеленая какая-то детка если будет я вообще не знаю дает у на деток от листа или нет ну так конечно яркая розеточка красивая я люблю зеленые розетки желто зеленые зеленые нравятся мне они сочные нарядные что-то мне знаете вот розовые голубые вот эти все уже приелись а зеленая такой цвет жизни это верона верон она и в африке верона красавица всегда и зимой и летом зимой у нее появляется красноватый оттенок она будет еще темней еще красней будет летом она в колобочек сворачивается такого оливково желтого цвета тоже не прекрасная так но все эту полку рассказала здесь вот дети недавно пересаженные так а вот красула еще ну красула как красула не стогнал там тоже в горшке дети одна кстати уже здоровище надо поискать название и или пересадить ее или продать не помню как называется короче корейская детка так ну что вот про эти можно сказать цвет кстати они держат все пока что под моими лампами поэтому вот насчет цвета я вообще не могу к ним придраться и ничего плохого насчет цвета сказать не могу многие даже окрасились в большую сторону стали ярче нежели чем были в последние дни перед занесением в комнату так вот там в уголке в конце моя белая дудлея дудлея прям большая стала большая начала наращивать массу листьев у нее раздвоилась макушка хорошие это вот то лимоненсис корейская рыжая вот это розово-рыжая вот это лимоненсис италия ну небо и земля конечно но на это это шикарная вот это мне кажется даже более изящная итальяночка прям вообще суперская так перескочила что у нас здесь грабта петалом вот так как же его зовут то что там сруби ой забыла в общем короче вот этот гип грабта петалом наращивает новые макушечки но они пока зеленые ну чем они становятся старше тем поле появляется у них розовинка вот как заметно старые розетки они все цветные а молодая порость особенно которые вот только лезет то маленькие маленькие пока что зеленые так на ком тут можно еще заострить внимание это эхиверия пинки но пинки разъехались у нее листья на улице она была компактней но вот это как бы ее классический вид и смотрите вот я просто хотела на пинке показать вам как растут листья и как листья стирают налет с других листьев я сначала думал что же это такое а потом до меня дошло вот у нее зубчики на кончиках листьев и как вот листья раздвигаются подрастают они царапают вот этими зубчиками налет на рядом растущих листьях такая красавица конечно яркая розетка на улице она была порозовее сейчас она больше в голубую сторону но все равно в общей массе она наверное бросается глаза ну лавли роуз красавица обожаю лавли роуз кого тут то можно показать еще деби там вот арпет вот она арпет арпет тоже прикольная розетка это претен пинк рядом это пинк руби едут такие из италии это брат бури она которая у меня наверное никогда не будет такой розовой как у корейцев она мне и скорее пришла вот такого цвета как сейчас мэнса даже еще ярче прям больше в малиновую сторону ну вот и летом и ну летом немножко прозовее под солнцем было зато она прикольная все равно у нее такой интересный налет будто его прям полили чем-то он сполз и вот так остался на самом деле это специфика этого растения вот она так растет налет у нее вот такой природный это их и верия которую обожает трипс в прошлом году ее трипс сожрал подчистую я ее хотела сначала обрезать потом не стала после обработки она резко пришла в себя и начала так прям массово наращивать листья я решила ее оставить на этой ноге ну вот она прям даже закрыла ногу и сейчас там вот у нее есть дети даже подрастают это тройной гибрид и хиверия эхиверия и хиверия шавиана стриптифлора балерина варигата но варигатность у нее плавающая ну когда ее рассматриваешь досконально не в камеру варигатность у нее видна ну вообще замечательная розетка и не тянется и цвет она меняет такая хамелеонистая она сиреневая бывает прям сиреневая сиреневая вот такая какая-то но чуть-чуть в сиреневую сторону вот он как грабит граб тапиталом такого цвета вот и вот такая бывает она в общем всякая но прикольная а вот эта розетка забыла я как ее зовут она у меня просто жила под именем эхиверия мира но потом я и определила как совершенно другое растение и вот второе название это стопроцентное это это не мира и она решила у меня заваригатиться в камеру не видно вот простым глазом очень даже заметно не знаю может быть потом что-то с ней опять станет но вот под лампами она раскраснелась у нее начали краснеть листья на улице она была вообще зеленая но во первых она все лето стояла в тени но даже вот жара палящее солнце нехватка влаги на нее никак не действовали то есть красноты на ней не было краснота появилась именно сейчас она вообще по идее должна быть еще красней вот у нее окрас по типу вот этой розетки вот так она должна окрашиваться ну вот сейчас процесс пошел вообще я довольна конечно лампами неплохо растение себя чувствуют под ними котеледон пенденс вот начал наращивать новые листья вот новые молодые листики которые уже начали расти в комнате вот увеличились зачатки были еще на улице некоторые увеличились некоторые сейчас начали начали расти вот они с налетом а те которые летом были под палящим солнцем они вот желто зеленые вот такой пенденс это ампельное растение должно но по идее свешивать свои плети но я его обрезала хотела чтобы оно было компактным но вот все равно но сейчас начало разрастаться так это у меня там друзья забыла я лох но не pink шампанское на букву п вот точно на п завтра утром вспомнил просто сейчас глубокая ночь и сознание уже у меня спит так кого тут еще показать ну вот эту красавицу я вам уже показывала когда показывала свои лампы необыкновенная розетка хиверия гавойда срубра вообще мне кажется самой шикарной из всех оговоренных розеток она берет и своей массы и берет своим окрасом хиверия гавойда вот допустим вот тоже флоридите она ну может быть она и будет большой но вот пока она такая ну а покупала я их приблизительно одинакового размера вот это за месяц совсем вымахала вот до такого до огромного размера но это подросла конечно тоже на классная красные у нее листья краснеющие кстати у корейцев когда она приходила на прям была вообще малиновая тоже меня на разукрасилась то есть окрас исчез это там вот все дом до сифилу даже не знаю в каком горшке растет наверное вот в этом это хиверия гибрид полидонис мехико нечистый полидонис мехико гибрид а вот полидонис мехико вот прикольно а это колората вот она похож на чихуа хуэнзис но у чихуа более загнутые листья колорат она такая более распростертая это вент это моя замученная радость мексикан джуант так это крестовник это дети это каланхоя красота пушистики не буду здесь поднимать лампы уже сил нет в общем что хочу сказать про эту полку здесь ну все вроде неплохо единственное afterglow вот она на afterglow вот она фиолетово-сиреневая вот она замедлила свой рост я заметила это растение очень хорошо растет только на улице вот она попала на полке и опять она сейчас будет мудрить всю зиму хорошо если не сдохнет очень конечно капризное растение очень очень красивые очень капризная постоянно моя камера уходит какой-то белесый оттенок ужасно так это вот зацветает красу ламонглоу первый раз она у меня цветет не знаю как она будет цвести но в смысле как она будет цвести знаю как пахнуть будет не знаю это рубидона розовая это вайлит квин это грабтоверия миссис ричардс вот там в углу сиреневая тинбургер ну тинбургер у нее как бы знаете стали листики потоньше вроде она неплохая симпатичная но листья у нее стали тоньше там дальше я сейчас ни до кого не дотянусь потому что нужно составлять вот этот ярус передний полидонис вот эту это моя старушечка моя классика моя старушечка красоточка обожаю полидонисы простые растения но такие изящные такие красивые какой-то лист он в нее сухой упал ладно потом пинцетом уберу эту налет сотру так но это я вам уже показывала то лимоненсис итальянскую а вот с этой подругой у меня творится что-то неладное когда я ее занесла домой этой хиверия рейндроп с капли дождя когда я ее занесла домой у нее затормозился рост и вот эта макушка вот на как на листьях вы видите вот полосатые листья я не знаю что это но это никто ее не ел почему вот у нее образовались такие листья я ума не приложу если честно может быть дождь на нее попал когда вот я я же их заносила в дождь может быть холодные капли дождя как-то вот среагировала на на это даже не знаю ну вот она наверное так стояла недели три думала думала потом я ее полила и вот после полива она воспрянула обычной водой поливала без всяких там стимуляторов я стимуляторами вообще никакими не пользуюсь и вот она выдала листья с бородавками но все равно какие-то деформированные и вот пока еще тот нижний лист не вылез но какое-то вот белое пятно на ней все равно больное в общем что-то с ней не так с этой хиверий но это не вирус это не грипп это не еда какая-то там в смысле не зубы каких-то насекомых в общем какая-то короста непонятное что это от чего это образовалось я вообще даже не предполагаю вот но растение пока живое пока нормальное ну помрет значит помрет из листа я ее размножать не пробовала надо хотя бы для интереса содрать с нее хоть пару листьев попробовать укоренить вот барон болт у меня получилось над водой укоренить вот такие бородавки конечно нет листа очень туго размножаются очень туго вот так что поэтому наверное недорогие точно так же как агавоидные агавоидные очень редко тоже размножаются из листа так это вот мой тюльпанчик любимый это эхиверия magic red яркая такая насыщенная с налетом это не там и джекрет которую пишут magic red когда снимают с нюрнберга налет а вот настоящая magic red но ужасно капризная я уже рассказывала вам что вот эта розетка это уже детка от пня которая обогнала уже свою мамку голову мамка а мамка вот она вот вы представляете мамка вообще не хочет расти вот по соседству растет с грабтоверий эти тубанс с вот этой это варигатная грабтоверий эти тубанс я вам сейчас покажу детку которая родилась от этой гордковерий эти тубанс ну на обычную титубанс она вообще не похожа и варигатное и она не назовешь в общем я не знаю как классифицировать это растение я вообще всегда считала что вот это растение грабтоверий эти тубанс варигатное но вот та которая в конце она не титубанс она вообще не похож тот титубанс титубанс она головастый у нее такая голова компактная жирная это больше похож даже на грабтоверию гилва вот по строению розетки построению именно по структуре вот самого ствола листьев вот так растет гилва но не титубанс почему ее назвали титубанс я вообще не понимаю вот от нее родилась детка невырегатная то есть то растение которое как бы является прородителем вот это совсем не титубанс совершенно у меня здесь нет под руками титубанс чтобы показать но совершенно непохожая детка и вот допустим даже вот если мне продать это растение я не знаю как его обозначить но с п ну как бы и почему с п я знаю от какого на растения но опять здесь видите вот спорный вопрос что это за растение что это получилось но это не титубанс это точно не титубанс может быть вот порастет сейчас на до этого безлам было вот под лампу поставил начала на голову себе наращивать такую компакт ненькую вот если порастет под лампами может быть и превратиться в титубанс но нет титубанс вообще и другая с другое строение листьев и листья титубанс круглей в общем получается что я ее знаю и я ее не знаю тут всякие дети дети это вот дитя никак не дающие корни уже засыхает лист ужасно тоже трудно и к посадке вот это вот растение это трампет пинки трубочками которые вот видите лист засох почти что дети ни одного корня пока не дали вот я ее уже и на почву на влажную засунула расти расти давай кстати с мамкой трампет пинки у меня тоже там творится что-то страшное там вообще розетка изуродовалась покажу вам ее во второй части сниму покажу это две детки pink tips одна детка на броне 2 в продаже вот эти два растения помните я рассказывала что вот у них такое невзаимовыгодное сожительство они колонхой ромбопилоза было бы больше намного при посадке чем вот эта маленькая деточка детка была прям совсем вот такая крохотульная а скулярии потом а скулярия резко начала расти забила собой колонхой и колонхой вообще замедлила рост и вдруг вот летом вот эта скулярия она наклонилась в сторону солнца и дала простор вот этому колонхой и колонхой и так преобразился прям стволик у него утолщился конопатенький стволик стал смотрите какой классный вообще милейшее растение конечно милейшие замечательные а скулярия тоже прикольная вот она упала на растет у меня сейчас лежа цветет она очень красиво ну такое тоже забавное растение скулянтная это моя красула хоббит вот такое деревище у меня растет ствол толстых прям вот кулаком его даже уже не обхватишь похож на бонсай и горшок у него не очень большой и вот за счет этого наверное начал утолщаться ствол но еще конечно за счет обрезки но я сейчас его пока больше не буду обрезать надо просто посмотреть какие тут побеги у него сформируются надо сформировать крон у него выпустить несколько разветвлений по сторонам внутри еще которые можно отрезать они еще не очень большие прям можно сказать маленькие вот такая сейчас красула тоже едет я заказал ее потому что мне уже жалко резать свою уже мне тут нечего резать я считаю вот я пока свою не трону пусть моя пока годик порастет там будет видно и вот кому нужна я заказала красула хоббит сейчас она приедет где-то наверное не знаю может быть среду или в четверг это коты мне позбивали листья зараза лазают на окно ну а что делать им тоже надо развлекаться скажет понаставила тут своих растений вообще нам прохода нет белка тут моя резвится вот у хоббита очень интересные листья друзья такие классные какое трубочками это кстати гибрид хоббит голом какое трубочками какой вообще смутации с дикой вот прям вообще ни на что не похоже какой топор и вот так разглядывать каждое прям очень-очень много интересностей разная форма прям чисто хоббитский лист здоровый трубочкой это вот корольчики я обожаю его рассматривать ну и все здесь мои красулы красулы и вот тоже зацветает красула пурпурная варигатная метелочку такой выпускает ну вот друзья все наверное обзор мой завершён а да хотела рассказать еще быстро вот об этой хеверии вот хеверия мелака вот она стоит вон она стоит видите вот с голым стволом что с ней произошло вот сейчас я подставила здесь вот этот утеплитель в котором отправляю посылки а до этого она была без утеплителя видимо ее просквозила продула ей шею и все и она посыпала листья я вот не знаю выживет она или нет может быть даже не выживет потому что постепенно с нее ссыпаются вот эти листики ну что есть то есть что ж теперь в общем не выжила мадам походу от сквозняка у меня на замену ее есть детка поэтому не так это мне и для меня это страшно ну конечно каждая каждая потеряна неприятно но ничего не смертельно в общем какой я делаю вывод находясь под лампами растения пока что нормально держатся многие еще не потеряли свою форму летнюю когда они были сжаты компактно окрас у них не изменился некоторые под лампами поменяли окрас наоборот в лучшую сторону в общем пока все хорошо ну потери вот уже как вы видите есть и наверное еще и будут потери потому что без проветривания нельзя проветривание нужно обязательно но застилю я вот эти все ходы чтобы напрямую холодный воздух на растение не попадал чтобы там 10-15 минут открыть окно и чтобы растения просто подышали вот этим я займусь ну и все все друзья пока пока всем спасибо за просмотр всем здоровья добра жирных и здоровых растений